добрый вечер у нас вечереет уже темнеет притащили кимахов дизельный по словам клиента при движении загорелась лампа а к б то есть отсутствие зарядки потом якобы загорелся airbag потом еще много-много всяких лампочек заглохла и все конец на этом поставили на зарядку зарядим аккумулятор немножко проверим есть ли зарядка клеммы были ослаблены непонятно что здесь они еле-еле висели на соплях ослабили осадили сейчас затянули сделали но если все все-таки сейчас подтвердится что проблема пропала зарядка у нас принципе версии будут такие это проблема с генератором самим проблема с контактом на генератор и силовой и также это шкив генератора что сорвало муфту находится у нас в очень-очень трудно доступном месте вон там внизу вот там самом-сам внизу здесь надо будет разобрать диффузор корпус снять патрубок охлаждения патрубок интеркулера и с помощью всяких нехороших слов и вот он можно будет достать поэтому сейчас сперва попробуем вот уже принципе постояла нора минут десять я думаю достаточно запустим проверим если зарядка будет гореть ли лампа у нас так 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 лампа лампа у нас горит чек-энжи зарядка горит одну из клемма отсоединяем бустера и проверяем у нас есть минимум должно быть один с лишним нет 9 и 4 9 и 4 дополнительно потом еще замеряем оттуда с генератора разберем когда уже а так сейчас ремень есть на шкив он приходит разбираем заезжаем разбираем дали нам добро будем снимать генератор но прежде всего снимать с ними время проверим шкив проверим контакт также здесь люди подготовились кто вот поэтому начнем сейчас первое что нужно сделать это удалить корпус воздушного фильтра полностью вообще удалить потому что силовой провод который подходит генератором там сзади он в таком узеньком узеньком месте везде где подходит силовой провод надо обязательно избавиться в первую очередь от напряжения сразу закрывай воздушный фильтр ничего прошлое того менялся такой еще так здесь две клипсы у нас здесь уже ничего отверточка не подкручу кто-то уже их настолько изуродовал что уже придется мне также как и все ковырять под этой лобовой у нас находится клипса тут клипс конечно все тоже уже зачем-то кто-то снимал уже не получается практически ничего поддеть все прокрутить некоторые вроде еще как-то влияют остальные придется выковыривать нагляк живого места снимаем патрубок интеркулера вот генератор вон внизу контакт ну вот что-то начинает появляться шкив генератора я вижу вот он не видно чтобы был ржавый и раздолбанный сейчас только открутим вот еще патрубочек интеркулера будем снимать диффузор вискомуфту вот он под этим патрубком есть еще один болтик теперь все старайтесь все закрывать любыми средствами чтобы мало ли отлетит болтик гаечка чтобы не попала тут видно что жгут вот и не сидит на месте кто-то его походу там уже трогал или что-то еще в этом роде нам надо убедиться в том что контакт хороший клемма там не болтается надо вон ту резиночку поднять значит конечно отсоединю тут спера возбуждение здесь конечно не все так просто все здесь попадает песочек возбуждение отсоединил от него теперь смотрим вон туда задираем защитный чехол и смотрим там все хорошо гаечка у нас все там чистенько и даже вот берем за силовой провод качаем тоже все в порядке снимаем ремень приводной диффузор делится на две части свиска муфты там есть два два способа чтобы открутить можно открутить сам вентилятор можно открутить весь кому-то вместе с вентилятором оба способа неудобный как всегда говорю лучше много больше открутить быстрее все получится так ничего все поехали вытаскиваем часть диффузора то есть смотрите можно подлезть вот сюда вот к этим болтикам а можно вон к тем болтикам то есть туда открутить полностью вискомуфту или вентилятор открутить от вискомуфту я говорю и та и эта ситуация одинаковая я все-таки буду отворачивать там внутреннюю вискомуфту потом мы скинем приводной ремень и уже будет легче их откручивать вот последний ремень если никогда не снимали сразу посмотрите раньше даже был такой опыт даже лично я так делал на мультибренде когда работал снимал приводной ремень с каких-то вагов где было очень-очень много шкивов и всякой ерунды то есть да мы брали прямо листочек не было интернета зарисовывали но сейчас в принципе уже все это не нужно здесь у нас натяжитель есть с которого я его снимаю так ремешочек просто немножко мешает он к этим болтикам сюда добраться руку засунуть это на самом деле очень сильно мешает двигатель еще горячий в принципе вот я прям не успеваю даже открутить болтик уже тяжелая клинит руки не тяжелые нет ничего не клинит просто тяжелая не хватает полностью вытерпеть открутить болтик вот он вот он ремешочек на ногах мотки а на ногах мотки а на ногах мотки а на ногах мотки когти когти вроде ничего так визуально парам-папам так сейчас перестанет стучать сальник коленвала нет вроде не потекает ничего не видно так у нас первый ролик хорошо это промежуточный подшипник да что с такой то а так все никак а ладно короче как бы там ни было нам нужно нужно снимать вот этот вторую часть диффузора так там у нас есть болтик который открутится вывернется и выйдет и нижний патрубок охлаждения и останется внизу так вот конечно тоже не совсем хорошо так пальчиком крутить этот он на генераторе моего потом все равно открутим ролик возьмем в руки и покрутим конечно стало жарко мотор горячий капот прикрытый я под капотом так 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 снимаем вот эту перемычку вот он раз два три лучше ее снять можно конечно открутить так болт и тащить его туда но это не совсем не совсем грамотно перемычку надо будет снять можно даже в принципе диффузор этот не трогать снизу еще также болт на 14 он тоже в принципе вылезет но для начала надо для начала надо открутить от генератора чтобы не мешался ролик там у нас по моему 35 торекс сорвать придется руками угловерт это может натворить здесь дел у меня даже на мгновение показалось что я сломал самое наверное сложное в ремонте мохава это его высота то есть когда мы изгибаемся сюда под капот быстро начинают отниматься руки и ноги спина все конечно зависит от телосложения от роста чуть-чуть и есть шелест ладно этот вопрос мы обговорим так шкив шкив не отваливается прекрасно и не шумит так отворачиваем теперь нижний болт мне нужно ролик вот этот проверить тоже то есть когда он будет полностью снят я смогу его точно проверить и плюс мне будет удобно отворачивать тот болт а что это за странная сажа сейчас смотрю смотрю на нее ну вот какая то вот как будто здесь нет это просто какая какая то намагниченная пыль так это что ролик у нас о этому конец да ну ну что я вам скажу ну понятно что они будут не дешевые зато это можно сделать сейчас либо это уже как мастер решит эти можно сменить то есть уже в любом случае снимают бесплатно а ну вот за этот можно будет немножечко чуть-чуть доплатить потому что он там с гидроцилиндром так отворачиваем второй еще один болт как будто болт не прикручен был вообще никакого усилия не было даже в песочке песочек там был так ладно то есть у нас здесь открутить гаечку силового кабеля мешают именно кондейные трубки то есть вот одна и вторая очень-очень сильно они так мешают не знаю я не пробовал сейчас в принципе идея пришла думаю можешь попробовать его выдернуть вытащить и потом открутить не знаю получится нет но до этого те разы я отворачивал то есть сперва клемму но просто там были другие немножко случаи когда я отворачивал именно уже трубки поэтому мне было более удобно сначала я снимал кондей от компрессора потом нет ну разочек это было когда я снимал допустим мотор мы отсюда снимали двигатель для снятия двух головок и сперва были сняты трубочки потом эти вот он в принципе вот он вывернулся и сейчас я его проворачиваем и вот она гаечка у нас на месте немножко ржавый немножко ржавый слушайте сейчас кое-что покажу вот тут вот вот тут почему-то дырка да как будто кто-то его уже снимал и там по кабелю было видно кто-то его или уронил или что это то есть в том месте где вообще как бы вон там сзади я не знаю что это произошло то значит туда уже кто-то касался мало того что они гайку берут краски с завода потом еще так же получается ржавчина ну сейчас посмотрим очень на многих моделях дизельных где сгорает контакт что еще есть какие-то тут следы присутствия человека здесь контакт в принципе был ну вот это только не нравится мне почему-то а как будто вот кто-то туда вот так и след как будто засунул и пытался открыть крышку так а тут с контактом что у нас ну не совсем конечно идеальный но проблема не в нем это все зачистится а с обратной стороны с обратной стороны прям блестит все отлично внизу дренажное отверстие сухо помпа не болтается не гудит не слышно мотор кстати работал неплохо тихо рекомендации будет замена роликов приводного ремня так как сюда сейчас залезли генератор отдадим сейчас в ВГС ребята продиагностируют и скажут что надо с ним делать в ВГС нам отзвонились сказали выявили они что сгорела RLS зарядки также будут менять щетки подшипники целый шкив генератора то есть муфта целая вот все сделают вернут они нам его после обеда по остальному что я здесь нашел и увидел мы ничего делать не будем клиент наотрез отказался потому что видимо проблемы с деньгами даже топливный фильтр который его он привез на ТО топливный фильтр он не подошел мы кое-как уговорили поставить наш топливный фильтр и то не оригинальный по моему за 910 рублей сюда оригинальный у нас стоит 2200 не оригинал поставили не помню какую фирму то есть 910 рублей ну учитывая что фильтра у человека одни из самых дешевых то есть Stelex, Sakura и так далее то есть такие аналоги очень очень дешевые поэтому сейчас привезут нам после обеда генератор установим все мы уже все прошлись полностью по всем контактам по всем клеммам то есть и АГС нам подтвердили что не управлен в генераторе все то есть будем ставить все как было то есть оставляем ну соответственно дольем охлаждающую жидкость все продуем почистим там контакт силовой и на этом закончим ну все всем всего доброго до новых встреч здесь следующий